Дело о дедовщине в воинской части Забайкалья передано в суд. Солдат-срочник Рамиль Шамсудинов, расстрелявший двух офицеров и шестерых сослуживцев, выступает на нем потерпевшим. Уголовное дело о массовом убийстве никуда не делось, но могут появиться смягчающие обстоятельства. Евгений Перельчук продолжит. Со стрельбы в воинской части в Забайкалье прошло больше двух месяцев. За это время в Минобороны прошло закрытое совещание, где Сергей Шойгу разнес подчиненных за работу с личным составом. А в Комитете солдатских матерей разгорелся скандал после слов его председателя Флеры Салиховской, что в армии дедовщины нет и виноваты во всем интернет и компьютерные игры. Решение об отстранении Салиховской комитет уже принял. Злополучную часть же, где произошла стрельба, вообще расформировали. Само дело Шамсудинова потянуло за собой другие. Возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Появился обвиняемый, пока один. Сам срочник проходит по нему потерпевшим. Вместе с ним еще несколько сослуживцев, рассказывает адвокат Рамиля Шамсудинова Руслан Нагиев. Завершено расследование данного уголовного дела. В нем Рамиль Шамсудинов призван потерпевшим. В январе месяце планируется первое судебное заседание. Обвиняемый запросил особый порядок. Проверяется версия о том, что у Шамсудинова была похищена зарплатная карта и снимались деньги оттуда. Для Шамсудинова это, во-первых, подтверждение того, что в данной части имели место быть неуставные взаимоотношения. А это будет играть роль по уголовному делу, где Шамсудинов является обвиняемым. Возможно, будет призван в состоянии аффекта. Возможно, самооборона. Но разные варианты есть. Позиция Минобороны по делу Шамсудинова менялась слабо. Изначально было заявлено, что причина стрельбы не дедовщина, а нервный срыв солдата из-за личных обстоятельств. Затем комиссия установила, что конфликт был, а физического насилия не было. После того, как Шамсудинов сообщил, что перед расстрелом не спал трое суток, что были угрозы макнуть его в унитаз и изнасиловать, Минобороны заявило, что в российской армии нет примеров мужеложства. А Сергей Шойгу тем временем поручает отправлять в подразделение охраны только контрактников, а заодно тщательнее обследовать психическое здоровье призывников. Все это напоминает попытку спрятать голову в песок, считает и директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Когда происходят такие чрезвычайные происшествия, действия Министерства обороны похожи на латание дыр и заплаток вместо того, чтобы решить эти проблемы по существу. Есть системные ошибки. У нас был довольно серьезный прорыв в 2008-2012 годах, когда вот началась и проводилась действительно реальная настоящая военная реформа, но она не завершена. У нас за расследование правонарушений в частях по-прежнему отвечают командиры его заместители. То есть сами они должны расследовать иногда те происшествия, причинами которого они иногда являются. Адвокаты Рамели Шамсуддинова считают, что сам факт возбуждения дела о дедовщине и появление в нем обвиняемого, говорят о том, что вектор расследования меняется в пользу срочника. Решения по параллельным делам, где Шамсуддинов выступает потерпевшим, могут сыграть ему на руку, отмечает председатель коллеги адвокатов «Старинские партнеры» Владимир Старинский. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что убийство Шамсуддинова было совершено вследствие длящихся неуставных отношений, то тогда, конечно, суд может влечить наказание по этому делу. Суд будет принимать его внимание, почему, собственно, человек пошел на такой противоправный поступок. С одной стороны, убийство такого количества человек позволяет суду применять и самое жесткое наказание, и для пожизненного лишения свободы. С другой стороны, естественно, просто так на ровном месте ничего не бывает. Еще один пункт, который может помочь Шамсуддинову – психиатрическая экспертиза. Если комиссия признает, что срочник был в состоянии аффекта, это может смягчить приговор. Точно известно, что экспертиза была назначена и по срокам уже должна быть проведена. О ее результатах пока не сообщалось, а адвокаты давали подписку о неразглашении.